Я не знаю, насколько моя тема доклада сегодня будет релевантна для всех присутствующих, но попробую что-то интересное рассказать про жизнь дизайнера, про работу с финансовыми проектами и каким образом можно облегчить жизнь других ребят в IT и помочь им думать как дизайнер. Меня зовут Дима, я лид-дизайнер в компании DataArt. В DataArt я работаю уже больше пяти лет, а в целом в IT с 2007 года. Интересуюсь тем, что происходит с биткоинами, к сожалению, не в один из разов, когда был некий всплеск, я не заинвестировал в биткоины, но поэтому я сейчас сижу и наблюдаю за тем, когда же он рухнет. Расскажите, пожалуйста, кто вы? Сколько здесь дизайнеров? Поднимите руку, хоть один. Нет, отлично. Кто здесь разработчик? Бизнес-аналитики. Отлично. QA-инженеры. О, круто. Хорошо. Моя тема сегодняшнего доклада как раз-таки не сильно направлена на дизайнеров, она больше рассказывает о том, как живут дизайнеры с финансовыми проектами, хотя это касается не только финансовых проектов и не только DataArt, а в целом аутсорс. Что касается диджитализации, сейчас очень много финансовых гигантов, финансовых предприятий, они делают шаг в сторону диджитализации, они хотят, чтобы все их сервисы были цифровые, чтобы упростить все взаимодействие внутри их систем, чтобы у них были какие-то дополнительные потребители. И это все получается потому, что старые методы, которые используют эти финансовые предприятия, они становятся уже неэффективными. Помимо этого, сервисы, которые используются на данный момент, она осложняется в плане поддержки, потому что используется огромное количество разных инструментов, которыми пользуются люди для достижения финансовых показателей, либо бизнес-целей. И поддерживать весь набор этих инструментов довольно-таки сложно. Ну и все задумываются о том, что на рынок попадает очередной какой-то очень крутой стартап, в который бегом попадают пользователи. Именно поэтому клиенты приходят в компании с просьбой помочь им как-то оцифровать свой внутренний мир, либо оцифровать свои какие-то внешние продукты. Но все это наследуется очень затянутым процессом перехода всего процесса в диджитал. И одной из основных причин является то, что топ-менеджеры, которые находятся в руководстве компании, они в большинстве случаев, они нетехнологичные ребята. У них есть огромное количество консультантов, которые приходят к ним и приносят решения. И, соответственно, задумываться о том, что пора бы все-таки диджитализироваться, у этих людей не получается. Помимо этого, те люди, которые все-таки понимают важность перехода на новые технологии, важность перехода в цифру, они начинают это оценивать с точки зрения эффективности затрат, сколько денег они вложат и насколько быстро эти инвестиции отобьются. И в большинстве своем, когда мы говорим о переводе целого Enterprise Solution в цифру, здесь возникают довольно-таки большие финансовые потери. Это стоит очень много денег. Помимо этого, проблемы согласования здесь играют важную роль, потому что помимо стейкхолдеров, которые слабо разбираются в технологиях, есть большое количество стейкхолдеров, которые между собой не могут понять, каким образом они хотят зарелизить продукт и в целом, чего они хотят добиться этим продуктом. И все это приводит к тому, что нет четкого понимания того, что хотят, и это, пожалуй, одна из самых больших таких проблем, которые есть на рынке в данный момент. Соответственно, решать эту проблему сложно, но основной аспект здесь – это обучать людей, рассказывать им о важности технологий, рассказывать им о важности наблюдения за их пользователями, за их внутренними процессами с целью каким-то образом улучшить все эти процессы и взаимодействия. Если мы говорим про пользователей этих систем, люди очень долгое время используют старые инструменты, и постоянно эти инструменты им помогают. И когда задаешь вопрос человеку, а что бы ты хотел улучшить в этой системе, человек, скорее всего, скажет, сделайте мне, пожалуйста, еще один плагин в Excel, потому что люди финансовые, они чаще всего работают с Excel. И по факту получается так, что у людей выработалась привычка, и они боятся переходить на новые продукты, на новые процессы. Они не уверены в том, что эти новые продукты и новые процессы позволят им достигать успеха, позволят им выполнять их внутренние цели и внутренние задачи. Если мы говорим про консюмерский рынок, когда клиент пытается разработать мобильное приложение финансового характера для конечных потребителей, люди реально боятся использовать какой-то новый продукт, потому что этот продукт будет оперировать с их деньгами, и это вызывает некий страх, что деньги можно потерять в любой момент. Здесь, в принципе, подходы очень близки к подходам с клиентами и заказчиками. Здесь реально нужно делать максимально комфортный процесс для потребителей, для пользователей, обучать их этим же новым технологиям, рассказывать о том, как продукт будет работать и каким образом этот продукт сможет решить их проблемы. Вопрос всегда возникает следующего характера. Готовы ли наши потребители, готовы ли наши пользователи переходить в цифру? Этот вопрос нужно задавать непосредственно пользователям. Каждый раз, когда мы говорим о каком-то продукте, который будет пользоваться людьми, мы всегда должны приходить к ним и спрашивать их мнение. Что касается массовой готовности людей к переходам в цифру в финансовом сегменте, здесь явный показатель успешности биткоина. Я очень удивился, когда мне буквально недавно мой отец, которому 51 год, задал вопрос, слушай, расскажи мне, пожалуйста, про биткоин. И тут я понял, что вся вот эта информация о биткоинах, она дошла до конечных потребителей. Сейчас очень много людей из не айтишной тусовки будут использовать биткоины, будут пробовать и проверять, как это работает. К сожалению, те люди, которые не знают про биткоин много, не знают про инвестиции, они потеряют деньги. Задача продуктов, которые нацелены на удовлетворение потребителей с точки зрения финансов, а не банальном зарабатывании на них денег, как раз таки обучить пользователей торговать и правильно инвестировать свои деньги. Здесь возникает вопрос касательно юзер экспириенс и кастомер экспириенс. Юзер экспириенс и кастомер экспириенс, все, что касается экспириенса, это области знаний, которые работают на фоне эмоций человека. Когда человек использует любой продукт, когда человек взаимодействует с любой вещью, у него формируются определенные эмоции. И эти эмоции могут быть как позитивного характера, так и негативного характера. Например, если продукт, которым пользуется человек, выполняет цели, но при этом он ужасно неудобен, то здесь, скорее всего, будет негативный юзер экспириенс. Если продукт, которым пользуется человек, очень удобен, очень красивый и выполняет цели в максимально быстрые сроки, этот продукт будет иметь позитивный экспириенс. Соответственно, не бывает ни одного продукта, в котором нет юзер экспириенс. Кастомер экспириенс — это чуть-чуть большее понятие, когда мы говорим о сервисах, когда помимо обычного интерфейса, с которым работает человек, появляется еще целый набор дополнительной поддержки. Это возможность позвонить в службу поддержки, пообщаться с ней при помощи чата. Это курьерская доставка, потому что она точно так же влияет на кастомер экспириенс в случае, если, допустим, курьер опаздывает, тем самым он испортил вечер по пользователю сервиса. Здесь точно так же, когда мы говорим про целый сервис, нужно наблюдать за тем, как пользователи реагируют на наш сервис и каким образом максимально удовлетворить пользователей. Когда мы падаем на уровень юзер экспириенс дизайна, в нашем опыте, в опыте DataArt мы в основном встречаемся с двумя такими большими сегментами UX дизайна. Это UX дизайн для интерпрайз продуктов и UX дизайн для консюмерских продуктов. И способы подхода здесь кардинально разные, потому что когда мы говорим про интерпрайз решения, здесь во главе угла всегда стоят бизнес-потребности клиента, и мы вынуждены и мы должны искать способы удовлетворения пользователей таким образом, чтобы они не противоречили целям бизнеса. И здесь вытекает два ключевых аспекта. Это эффективность приложения, эффективность продукта, над которым мы работаем, и удовлетворенность сотрудников нашего клиента. Если мы переходим к эффективности, то здесь ключевые аспекты являются следующими. Пользователь продукта, пользователь сервиса должен максимально быстро и эффективно выполнять свои повседневные задачи. Тем самым он будет сокращать сдержки клиента на ту же самую зарплату. Если пользователь будет быстрее и удобнее справляться с интерфейсом, у него будет, во-первых, более качественно выполняться работа, во-вторых, это будет также играть на эмоциональное состояние пользователя. И каждый раз, когда мы падаем на уровень менеджмента организации, здесь цифровые продукты, энтерпрайз-решения нам упрощают менеджить пользователей системы и тем самым наблюдать за тем, чем сотрудники компании занимаются в данный момент. И удовлетворенность сотрудников играет очень важную роль в организации. И если сотрудники компании считают, что они пользуются плохим софтом, их не уважают, их начальники и руководство, здесь, скорее всего, эмоциональный фон сотрудника будет падать до того уровня, когда сотрудник может уйти. Соответственно, нужно по возможности искоренять все потенциальные проблемные места, где пользователь энтерпрайз-продукта будет получать негативные эмоции. Здесь мы должны учитывать скорость обучения, минимализировать количество ошибок, потому что каждый раз, когда пользователь видит информацию об ошибке, он чувствует, что он дурак. Соответственно, наша задача позволить пользователю понять, что нет, дурак не ты, это, скорее всего, сбой системы. Либо смотри, ты здесь ошибся, ты можешь исправить это при помощи другой последовательности действий. И тем самым у пользователя системы будет возрастать доверие к системе, и тем самым он в целом на общем уровне будет плюс-минус доволен своей работой в рамках данного продукта. И визуальная красота. Это понятие очень субъективное, но когда человек видит откровенно омерзительный интерфейс, у него не появляется желание приходить утром и начинать его работу. Соответственно, когда мы говорим про enterprise решения, здесь, когда мы проектируем интерфейсы, когда мы проектируем опыт взаимодействия, мы фокусируемся на следующих пяти шагах. Первое. Это в первую очередь фокусироваться на пользовательских задачах. Для того, чтобы сделать эффективный продукт для нашего клиента, мы должны минимизировать пути выполнения задач, максимизировать скорость этих задач. Это ведет за собой увеличение эффективности продукта как такового. Он позволяет экономить клиенту деньги, либо позволяет выводить какие-то новые продукты на рынок намного быстрее. Все процессы, которые в старом, в старой парадигме интерпрайса используют почту, либо дополнительную какую-то переписку сотрудников, и мы видим, что мы их можем автоматизировать, мы должны их автоматизировать. Тем самым мы уменьшаем вот этот гэп после отправки письма с Excel, после того, как кто-то получил это письмо, скачал Excel, открыл ее, прочитал, ознакомился. Поэтому вся рутинная работа, которая может быть автоматизирована, она должна быть автоматизирована, и пользователь должен понимать, что все будет решено на автоматическом уровне, и тем самым он избавится от своих ошибок. Постоянное улучшение юзабилити со временем, когда пользователь увидит, что продукт начинает ему приносить удовольствие, когда он видит, что его слушают, он будет ожидать дальнейшего развития этого продукта, он будет ожидать, что какая-то неудобная фича будет улучшена со временем. И для того, чтобы происходили эти процессы постоянного улучшения юзабилити, нужно регулярно общаться с сотрудниками компании, либо с саппортом в рамках компании, с целью узнать, какие есть проблемы у пользователей, какие у них есть потребности, для того, чтобы их можно было решить. Когда мы говорим про консюмерский рынок, когда мы выводим новый продукт на рынок, на массовый рынок, где пользователи будут там либо скачивать его, либо заходить на сайт и тратить свои денежки, либо тратить свое время, мы должны в первую очередь фокусироваться на том человеке, который будет пользоваться этим продуктом. Здесь в некоторых случаях можно общаться с бизнесом по поводу корректировки бизнес-целей, исходя из инпута, который мы получаем от потребителя конечного. И для конечного потребителя наиболее важные моменты в работе с приложением, это первое, чтобы приложение выполняло их пользовательские цели и задачи, и второе, чтобы пользователям было приятно пользоваться этим продуктом. Когда пользователь заходит в первый раз пользоваться продуктом, он пришел с определенной задачей, с определенной целью. Например, та же инвестиция в биткоины. Мы должны с самого первого онбординга экрана показать человеку, что да, это приложение тебе позволит инвестировать, и это приложение тебе позволит инвестировать с минимальными рисками. Хотя знакомство на самом деле начинается с продуктом еще либо на App Store, либо на лендинг-пейдже этого продукта. Пользователь должен понимать и ощущать простоту достижения цели. Он должен знать, что на пути к выполнению цели у него не будет никаких преград. А если эти преграды будут возникать, то сервис и продукт сможет подсказать ему, каким образом избежать проблемных моментов. И когда пользователь успешно достигает своей цели, это может быть одна, это может быть две цели. У него будет постоянное желание найти еще какую-то цель в рамках этого продукта, если он остается доволен, безусловно. И очень субъективные вещи, которые в принципе можно измерить, это все, что касается приятности сервиса. В первую очередь мы должны думать о юзабилити, о том, что продукт удобен. Это мы все можем протестировать, мы можем собрать группу пользователей, дать им попользоваться приложением и спросить у них мнение о том, насколько удобен либо неудобен тот или иной интерфейс. Красивая графика. Здесь точно так же мы можем в процессе тестирования с пользователем задать ему вопрос, а тебе нравится цвет, который используется здесь, какие эмоции этот цвет у тебя вызывает. И если общий фон ответов позитивный, мы делаем заключение о том, что визуальная составляющая продукта, она несет позитивный характер. Если же пользователи говорят, что им не нравится тот или иной цвет, либо та или иная форма, и этих пользователей большинство, это нужно сразу же искоренять и сразу же менять. Поощрение использования – это очень такая размазанная тема, потому что в зависимости от того, какой продукт создается, поощрение пользователя пользоваться продуктом может быть разным. Если мы говорим про какой-то консюмерский продукт, здесь поощрение пользователя заключается в том, что ты можешь заработать какие-то бонусные баллы, используя наше приложение. Либо ты можешь пригласить своего друга, и тебе откроется дополнительная какая-то закрытая функция приложения. Ну и всевозможные какие-то дополнительные ништяки в виде скрытых картиночек, которые пользователь внезапно может найти. Это может позволить распространение продукта через социальные сети, если пользователи захотят запостить этот ништяк. В конечном итоге в консюмерских продуктах мы в первую очередь фокусируемся на цели потребителя, мы фокусируемся на скорости достижения цели, потому что это очень важный аспект. Если есть продукт, который позволяет достигать ваши цели намного быстрее, в более удобной манере, скорее всего вы перейдете в другой продукт конкурента. И время достижения целей мы должны трекать, мы должны исследовать, насколько быстро пользователь достигает своих потребностей. Простота использования, эстетическая удовлетворенность и обязательно постоянно общаться с пользователями, постоянно слушать их фидбэк о том, что они говорят, то, насколько им удобно, неудобно, нравится, не нравится. Возможно, где-то комментарий какого-то пользователя, который пришел на e-mail адрес саппорта, он откроет новые перспективы в развитии бизнеса как такового, потому что люди часто придумывают фичи, которым им реально не хватает. И в будущем эта фича может быть очень критичной для данного продукта. Этот термин был разработан дизайнерами для недизайнеров, для бизнеса, который пытается сделать что-то новое, что-то интересное для конечного потребителя. Сейчас этот термин пытаются пихнуть всюду, где только можно, и все дизайнеры и недизайнеры используют этот термин с целью показать свою значимость и свое умение. По факту, что прячется за этим термином? Это то, что в процессе построения любого процесса, выполнения любой задачи, любой человек может думать как дизайнер. Думать как дизайнер в данном случае подразумевает то, что нужно смотреть на конечные потребности пользователя либо потребителя для того, чтобы сделать реально успешный продукт, реально успешный бизнес. И по факту мы можем с уверенностью сказать, что очень много бизнесов в Украине на данный момент, они сделаны при помощи методологии дизайн-финкинг, но люди, которые создавали этот бизнес, они даже не думали о том, что они создают по методологии дизайн-финкинг. Кому интересно, почитайте книгу Тима Брауна про дизайн-мышление. Она освежает мысли в голове и, скорее всего, у вас поменяется мировоззрение на процесс разработки либо на процесс общения с клиентами в том числе. Так вот, если мы говорим про классическую разработку Солюшена в самом начале, очень многие компании сталкиваются с тем, что они на процесс знакомства с клиентом отправляют Солюшен-хитектора либо бизнес-аналитика, которые общаются с клиентом, выясняют бизнес-требования, рисуют макапчики, придумывают, как приложение будет функционировать, но при этом они часто забывают о том, кто будет пользоваться этим продуктом и том, каким образом можно продукт сделать успешным и эффективным. Для этого на самых ранних этапах общения с клиентом нужно добавить ключевую составляющую. Это UX. И здесь мы не говорим о том, что нужно добавлять именно UX-дизайнера, отправлять его на онсайт, чтобы он там разруливал вопросы с клиентом. Здесь важно, чтобы либо бизнес-аналитик, либо Солюшен-архитектор задумывались о проблемах юзер-экспириенса, чтобы они задали хотя бы парочку вопросов клиенту, которые смогли бы в корне поменять весь процесс разработки продукта. И даже без дизайнера процесс можно выстроить по принципу дизайн-цикла, где есть три основных этапа. Первый этап – это этап ознакомления с продуктом и исследования продукта. Второй этап – это процесс разработки базовых прототипов взаимодействия пользователя с системой с целью третьего этапа – тестирование на реальных пользователях. И каждый из этих этапов состоит из маленьких шажков. Наиболее важный, наиболее критичный этап в формировании успешного продукта – это самый первый шаг инвестигейшн. Это воркшоп, когда идет встреча с клиентом, где идет базовое обсуждение и брейншторминг того, что в конечном итоге мы хотим создать, и на что мы будем смотреть и ориентироваться. Воркшоп может быть как в офлайне, где все собираются в одном митинг-руме, берут стикеры, становятся возле вайтборда и начинают рисовать, каким образом будет взаимодействовать система с пользователем. Либо это может быть скайп-конференция, где точно так же может использоваться либо какой-то онлайн-инструмент рисования, либо будет использоваться вайтборд, на который выведена веб-камера. Так вот, воркшоп важен в первую очередь не для дизайнера, а для клиента и для команды разработки. Потому что именно на стадии воркшопа у всех людей начинается понимание о том, а давайте думать о пользователях. И было бы очень круто, если вы в следующий раз, когда начнете новый проект, вы подумаете о том, а как мы будем делать с точки зрения использования продукта. И вы можете использовать те методологии, о которых я сейчас расскажу. Первое. Выработка эмпатии. Кто знает, что такое эмпатия? Отлично. Отлично. Да, да, супер. Это означает то, что мы, как люди, которые разрабатываем продукт, которым будут пользоваться люди, нам важно учитывать не свое собственное мнение, мне как дизайнеру это будет удобно, мне как разработчику это будет удобно, мне как бизнес-аналитику это будет удобно, а думать о том, а будет ли это удобно пользователю. Для того, чтобы понять, будет ли это удобно пользователю, нам нужно каким-то образом влезть в его шкуру. Для этого дизайнеры и не дизайнеры используют карты эмпатии, которые позволяют нам как раз таки влезть в эту шкуру, задавая обычные вопросы. Вопросы следующего характера. Что пользователь видит? Здесь мы подразумеваем, что пользователь взаимодействует с нашей системой, он видит интерфейс приложения. Что пользователь чувствует и что пользователь думает? Здесь мы пытаемся предугадать и подумать, а что пользователь может подумать в процессе взаимодействия с нашей системой. Третий вопрос. Что пользователь слышит? Вокруг любого пользователя есть окружение, будь то его сотрудники, либо это могут быть его друзья, семья. Здесь важно выписать, что конкретно его знакомые люди, либо его сообщество в фейсбуке говорят об этом продукте, что они думают про этот продукт. Четвертый вопрос. Что пользователь говорит и что пользователь делает? Важный момент, что здесь может быть описана такая ситуация, когда пользователь пытается найти корзину покупки, при этом громко матерится, потому что этой корзины нет. Если мы говорим про существующее какое-то приложение. И описываем все страхи пользователя, которые у него могут быть при взаимодействии с продуктом и все те достижения, которые он может получить при взаимодействии с продуктом. Страхи могут быть в случае финансовых приложений как раз таки потерять все деньги. И наша задача бороться со всеми этими страхами. После того, как проработана карта эмпатии по пользователям, когда вся команда, разработчики, клиент, бизнес-аналитики, дизайнеры понимают, кто является нашим пользователем, становится намного проще делать продукт для пользователя. И исходя из этого понимания, вырисовывается так называемая персона. Это карточка типичного пользователя системы. Это не обязательно реально существующий человек. Это может быть сборная информации по целой группе людей. Тогда мы придумываем какое-то вымышленное имя, добавляем фотографию, найденную в гугле, и делаем целое описание по этому типичному пользователю, исходя из нашего предварительного исследования. В будущем, когда возникают какие-то вопросы, либо дискуссии внутри команды, можно апеллировать к этой персоне и говорить, мы тут подумали, что вот в АСе, наверное, это будет неудобно. Давайте подумаем какое-то другое решение. Вторая методология, которую рекомендуется использовать для продуктов, которые нацелены на пользователей, это Customer Journey Maps. Я думаю, что приблизительно те же люди слышали о Customer Journey Maps. Это инструмент, который позволяет нам посмотреть на эмоциональный фон человека в процессе взаимодействия с нашей системой, при этом на пути следования к достижению его конечной цели. Например, если мы говорим про пользователя, который пришел на сайт с целью купить хлеба, у него конечная цель будет купить хлеб, а на пути следования к покупке хлеба он будет проходить через разные шаги. И здесь, на этой карте, четко показано эмоциональное изменение пользователя в процессе путешествия по нашему продукту. На каждом этапе следования пользователя по Customer Journey Map мы описываем те проблемы, которые могут возникать у пользователя на пути к достижению цели. Мы описываем те идеи продукта, которые могут у нас возникать. Очень важный момент, что Customer Journey Maps используются как для продукта, который еще не существует. Здесь мы придумываем то, как потенциально продукт может работать и какие потенциальные эмоции он может вызывать. Так и на реально существующих продуктах. На реально существующих продуктах Customer Journey Map является очень сильным инструментом вычисления проблем и искоренения их. Когда мы реально видим на целой карте следования большой эмоциональный провал. Мы должны понять, почему здесь есть этот провал и каким образом мы можем его избежать на следующем релизе нашего продукта. И вот структура Journey Map. В самом верху есть информация про нашу персону, которая путешествует по продукту. Средняя часть карты – это все, что касается эмоций и мыслительного процесса человека на этапе путешествия. И самая нижняя часть – это все, что касается каких-то дополнительных идей, либо инсайтов касательно нашего продукта. Что мы можем добавить, что нам нужно убрать. Customer Journey Map могут выглядеть по-разному. Она может быть в виде стикеров. Крайне рекомендуется использовать стикеры, потому что это максимально быстрый способ где-то в митинг-руме собраться и нарисовать эту Customer Journey Map. И тем самым это добавляет какого-то элемента геймификации с вашим клиентом, когда вы все вместе в одной комнате пытаетесь продумать путь пользователя в рамках системы. Каким образом он испытывает чувства, каким образом он испытывает эмоции. Также их можно потом переносить в диджитал вид. Блупринтинг, наверное, слышали чуть больше людей, судя по поднятым рукам бизнес-аналитиков. Кто слышал, кто использует? Окей. Хорошо. Блупринтинг — это сервис блупринтинг. Это схематическое отображение всего процесса взаимодействия человека, потребителя с сервисом как таковым. Если мы говорим про Customer Journey Map, здесь мы указываем только эмоции и мысли человека в процессе работы с продуктом. Если мы говорим про сервис блупринтинг, здесь мы описываем все те процессы, которые происходят в компании для того, чтобы обеспечить Customer Journey. И мы видим, что есть несколько направляющих в процессе блупринтинга. Первое. Направляющие — это время. Любой процесс, который происходит потребителям, он идет в неком временном промежутке. При этом в некоторых случаях время может играть очень критическую роль в формировании эмоции пользователя. Когда пользователь, например, отправил какой-то вопрос в службу поддержки, а ему в течение получаса никто не ответил. Здесь пользователь уже будет искать какие-то другие дополнительные способы коммуникации с сервисом, либо в конечном итоге уйдет к конкуренту. Вторая линия — это способ взаимодействия. Каким образом вообще пользователь сконтактировал с нашим конкретным сервисом. Причем эти способы взаимодействия могут быть абсолютно разными. Это может быть визитная карточка, которую консюмер получил от своего знакомого. Это может быть сайт, либо Facebook, либо мобильное приложение. То есть взаимодействие человека с конкретным сервисом происходит на абсолютно разных каналах связи и каналах взаимодействия. И третий видимый элемент — это потребительские действия. Здесь что делает потребитель в процессе взаимодействия с сервисом. И видимые действия сервиса для самого потребителя. То есть если взять пример ресторан. Потребитель пришел в ресторан заказать себе еду. Он зашел в ресторан и сразу встретился с фронт-стейджем этого ресторана. Это могут быть официанты, это может быть администратор ресторана, который взаимодействует с человеком, общается для того, чтобы решить его проблему. Вот эта часть взаимодействия является как раз таки фронт-стейджем. Как только официант получил заказ у потребителя, он идет на кухню передавать этот заказ поварам, чтобы они начали его готовить, соответственно он уходит в бэкстейдж. Это все те процессы сервиса, которые невидимы конечному потребителю. И остальной, самый нижний процесс — это процесс поддержки. Это все те условия, которые были созданы для поддержания всего верхнего процесса. То есть это куплено здание, это ремонт в здании ресторана, это куплена кухонная утварь для поваров, чтобы они могли обслуживать все вверх идущие процессы. И это столики, чтобы потребитель, придя в ресторан, мог сесть за столик. Когда мы говорим про сервис-блупринтинг, мы можем обратить внимание, что верхняя зона очень похожа на Customer Journey Map. Она, в принципе, и является CGM, только более расширенной. Если мы строим карту Journey по одной конкретной цели, то здесь мы описываем абсолютно все взаимодействие человека с системой. Делается это точно так же на стикерах. Здесь мы выклеиваем все стикеры взаимодействия человека с системой, каким образом происходит взаимодействие системы между собой. Возможно, где-то какой-то сотрудник отправляет запрос в другой отдел. Мы это все показываем в бэкстейдже. Мы это все формируем в один большой сервис. И здесь мы видим, каким образом сервис реагирует на потребности потребителя и каким образом могут возникнуть какие-то проблемные места, проблемные ситуации. При этом блупринтинг может быть в диджитале в том числе. По маленьким шажкам в дизайне, которые мы делаем, которые мы рекомендуем к использованию абсолютно всех людей, которые проектируют любой продукт, делают продукт, это пять основных шагов. Первый шаг – это выставление четких KPI, которые нам позволят общаться с клиентом на одном языке. Когда мы четко знаем, чего мы должны достичь, нам будет проще чего-то достигать. Этот первый шаг нам позволит убрать тревоги у клиента о том, что он не знает, каким образом этот продукт может быть эффективным, каким образом этот продукт позволит помочь его проблемам. То есть если он четко зафиксировал, что выполнение какой-то задачи должно длиться пять минут, и мы позволили выполнить эту задачу за две минуты, то значит мы достигли какого-то суперуспеха. Если мы подняли конверсию интернет-магазина, это тоже означает, что мы достигли успеха, если эта конверсия поднялась больше, чем KPI, который был поставлен клиентом. В процессе дизайна важны воркшопы, исследования, чтобы мы не просто так из бухты-барахты делали продукты, чтобы мы проанализировали, что есть на рынке, какое поведение пользователей типичное, что им интересно. Исходя из того, что мы нарыли в интернете, либо что мы получили в процессе общения с клиентами, мы формируем некие гипотезы. Весь дизайн, любой продукт созданный, это гипотеза о том, что этим продуктом будут пользоваться. Наша гипотеза, что люди будут пользоваться именно вот такими идеями, вот такими функциями. Потом мы это все будем проверять. Мы это все формируем в прототип и производим тестирование с пользователями. Достаточно даже бумажных прототипов, на которых от руки нарисованы интерфейсы, для того, чтобы начать общаться с пользователями. Когда ты пытаешься их, чтобы они представляли, что это реальный интерфейс, что им реально можно пользоваться, и он выполняет цели, люди включают фантазию, они понимают, что это кнопочка, что это формочка, и они рассказывают свое мнение. Прототипы можно делать кликабельные, можно в HTML, можно уже чуть ли не готовые продакшн продукты тестировать на пользователях. Как только появляются какие-то проблемы, мы у пользователей вносим изменения в дизайн и тестируем по новой. Весь этот процесс, он масштабируется, но если смотреть в масштабе, он выглядит приблизительно вот так. В принципе, все. Спасибо. Продолжение следует...